Кабинет небольшой, всего четыре рабочих места, но каждая с весьма серьезным программным обеспечением. Кафедра котла и реактора строения ВУЗа давно сотрудничает с Таганрогским котлостроительным заводом «Красный котельщик», который заинтересован в молодых кадрах. Для будущих инженеров предприятие даже решилось открыть конструкторское бюро. За Уралом не так много ВУЗов, которые готовят. По-моему, мы одни и готовим таких котло-реакторстроителей. Поэтому наши кадры-то и на расхват Таганрог, где достаточно далеко, но наши там работают. И самое главное, что нашими специалистами там довольны. И для нас это очень приятно. Это говорит о том, что правильной дорогой идем. Руководство завода признается, что глобальных задач перед молодыми сотрудниками ставить не будут. Но отработка навыков при воплощении даже небольших проектов будущим инженерам точно не помешает. Это студенческое КБ, оно безусловно отталкивается от практических задач, но мы не рассчитываем пока, по крайней мере, на первоначальном этапе, на применение их в проектах. Но у нас есть задачи с более плавающим сроком, с долговременной перспективой. И именно те задачи, они будут действительно заложены, ну, скорее всего, в научно-исследовательские работы. Правда, работать в бюро сможет не каждый студент. Для получения персонального пароля и возможности выполнять задания студенты проходили собеседование, отобрали лучших. Поработав в данном конструкторском бюро, я получу опыт, который позволит мне с большей вероятностью поехать работать в тот же Таганрог или в любую другую компанию. Во-первых, это опыт, очень полезный. То есть нам выдают реальные задания, конечно, они будут прослеживаться, будут оцениваться, будут показываться наши ошибки. То есть мы уже получаем прямой опыт. С учетом того, что у нас профессия весьма специфичная, нас могут по всему миру отправить. Это большой шанс поедать весь мир, можно сказать. Кроме того, работа над проектами будет оплачиваться, так что студенты смогут не только повышать свою квалификацию, но и зарабатывать. И, быть может, уже в следующем году кто-то из этих ребят пойдет в штат сотрудников Таганрогского завода. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.